Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Ольга Уралочка Лайф. Мои хорошие, будем с вами обсуждать последние сводки с полей. Напоминаю вам о том, что у меня появился телеграм-канал. Ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях. Ну а также своих хороших и добрых зрителей я хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши хорошие, добрые, веселые, интересные комментарии. Ну что, друзья мои, пройдемся с вами по некоторым интересным моментам. Да, вы знаете, что мне хочется сказать? Мы сегодня там тоже ребята писали, писали и на ютубе писали, в телеграм-канале у меня писали, да? Ну и, собственно, по-моему, Рита написала о том, что, господи, Галя, даже если будет болеть сарафан и Абдул, Уралка их обязательно поднимет. И, собственно, туда, куда они собирались поехать, они непременно поедут. Мол, не будет нас смотреть на их плохое самочувствие. Я в этом нисколько не сомневаюсь. И, кстати, я об этом сказала даже пару дней тому назад по той простой причине. Я привела в пример, как один раз, когда болел сарафан, он тоже болел, у него тоже тогда была температура. Ну, Уралка молодец, сказала, давай-давай, поднимайся, нам сейчас надо на дачу срочно ехать. В общем, да, и вытолкала сарафана на дачу больного. Ну так, на минуточку. Опять же, так скажем, да, к слову об отношении к своему же мужу. Да, к тому человеку, который якобы тебе является близким, родным, дорогим, за которого, по идее, ты должна переживать и беспокоиться. Читаю комментарии Светланы, нашей Светланы, в телеграм-канале она пишет. Девочки, сегодня Уралочка кайфует, спит весь день. Она любит, когда Савка болеет. Как она говорит, я бы лучше дома полежала, до телек посмотрела. Да, завтра вообще свое гнездо не расчешет, все скатается от подушек. Да, Уралочка и говорит периодически, я бы с удовольствием дома полежала. Но, друзья мои, не дают ей лежать дома. Сарафану нужно, чтобы Уралка пилила контент. Пилиться, Шура, как говорится, пилиться. Ребята, Уралкины хомяки в телеграм-канале совсем чокнулись, совсем сошли с ума с этими, будь они неладны, кексиками. Одна пишет, причем я захожу, нажимаю на ее аватарку, взрослая женщина. Ну, взрослая, уже такая достаточно взрослая, моложе Уралки, но все-таки уже женщина взрослая. То есть взрослая я к тому, что она, по идее, должна быть с мозгами, должна быть у нее хотя бы какая-то женская мудрость присутствовать, так скажем. Она пишет, ой, Олечка, я обязательно, типа, 31 декабря испеку кексики. Рецепт простой, но просто не хочу себя часто перегружать мучным и сладким. Не, ну ты молодец просто, да. Не помню, как тебя зовут, да, собственно, и запоминать не собиралась, да. Так вот, представляете, ребят, больше ей нечего испечь 31 декабря, кроме как вот этих вот деревянных кексов, да, от Уралки. Да, ну и самое главное, она пишет, да, я не хочу себя перегружать вот этим вот мучным и сладким. Правильно, правильно. Зато, Олечке, вы раздаете советы. Кушай, кушай и никого не слушай. Зашибись, получается, да. Далее, друзья мои, еще одна пишет в комментариях там в телеграм-канале, ну, как раз-таки под рецептом на вот эти вот чудо-кексы, да, чудо-природы, я бы сказала. Пишет, для меня многовато сахара, ну, а так, собственно, супер, да. Обратите внимание, ветеролка, когда билась в экстазе, друзья мои, лбом об стенку, когда она схватила этот кекс, начала его жевать и говорить следующее, издавать вот эти вот призывные, да, звуки, она говорила, и сахар почти не ощущается, вообще не сладкий. Да, друзья мои, это написала там ей одна хомячка у нее в телеграм-канале о том, что, ну, как бы так нормально, да, но сахара многовато. А у уралки, вы знаете, и соль несоленая, да, и сахар, собственно, не ощущается. Ну, так, на минуточку, для человека, которому сладкое, мучное вообще категорически противопоказано. Далее, друзья мои, что я хочу сказать. Дальше, обиделись на меня вчера уралкины хомяки, хомяки-паполизы, да, я вчера в своем ночном обзоре, в прямом эфире, ну, посмеялась по поводу подарков, какие же дарят подарки уралки, да, ее такой любимый муж, какие у них насколько теплые взаимоотношения, да, я сказала, что вот, пожалуйста, на очередную годовщину свадьбы презентовал уралке унитаз собственных совместных денег, да, которым, собственно, пользуется абсолютно все семейство. Ну, а на день рождения подарил ей доски для бани. Опять же, правильно, лучшего подарка для женщины даже не нашлось. И некая Марьяха, друзья мои, да, у нее такой там аккаунт, прям Марья, да, 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 друзья мои. Ну, типа-типа, это же другое уже мусульманское имя уралки, уралшка, уралка же себя так называла. Я думаю, неспроста вот эта Марьяха бегала по моему обзорному каналу. Ну, в итоге она сегодня добегалась, потому что, знаете, когда человек пытается меня обвинить, друзья мои, в том, чего я никогда не делала, да, я, собственно, с этим не согласна, по этой причине я взяла ее и со спокойной душой заблокировала. Я всегда говорю, уралка не весь Урал, да, и все прекрасно знают, что я это всегда говорила, уралка не весь Урал, сарафан не весь Таджикистан. И когда мы обсуждаем сарафана, мы не обсуждаем весь Таджикистан. Мы обсуждаем конкретного человека, на которого я делаю обзоры. Поэтому вот эти вот все попытки, да, это вот ко всем, да, мне нет до них никакого дела абсолютно. А вот до сарафана мне есть дело, поскольку он является блогером, поскольку он является публичным лицом, поскольку он здесь себе позволил заговать на русской земле, поскольку он здесь позволил себе оскорблять нас, славянских девчонок, мне теперь есть до него дело. И он прекрасно это знает, и уралка прекрасно это знает, как говорится, собственно, да, по какой причине я вообще о них вспоминаю. Так вот, друзья мои, бедная-то Марьяха билась тоже, знаете, лбом об стенку, пытаясь мне доказать, какие же у них там мужчины, какие подарки дарят и так далее. Слушай, мне нет дела до ваших мужчин из кишлаков, из Таджикистана или еще откуда бы то ни было, мне вообще нет до них никакого дела от слова совсем. Я вообще к ним никакого отношения не имею, да. Я вот вижу на примере сарафана, что он из себя представляет, и какие подарки он презентует своей жене. На них я делаю обзоры. Унитаз и вот, пожалуйста, доски. Ну, а себе любимому, да, и машинку поновее, да, и, значит, курточку там, и туда, и сюда на себя денежек. Ни-ни, конечно же, никогда не жалко. И вы знаете, еще один такой странный комментарий. Я вот, кстати, я вот что хочу сказать-то. Я вот когда говорю, что там, где вы учились, я преподавала. Так вот, некоторые люди, я прекрасно понимаю, даже те, которые иногда пишут вроде как нормальные комментарии, потом, правда, сдают себя с потрохами, да, оказывается, что я же прекрасно понимаю. Даже те, кто пишут мне какие-то хорошие комментарии, да, нет, не из моих постоянных зрителей, которые пишут у меня уже давно, давно на моем канале, да, каждый день приходят. Я знаю уже этих людей, со многими общалась и так далее. Дело не в этом. Есть такие люди, которые, вот я вижу, они пишут, да, вроде пишут, что и мы там так тебя любим, мы тебя так обожаем и так далее. И тут бац, потом опять какая-нибудь, знаете, фигня получается. Ну, что самое интересное? Сегодня я получаю один комментарий. Друзья мои, да, и там написано, ой, да что ты типа за него, за нее все переживаешь, да и пусть бы побыстрее сявки все досталось. Написала некая Наталья. Наталья, вы знаете, я вам там ответила, но я вот все-таки хочу вам ответить сейчас на публичное пространство, да, а вы с какой целью, простите, вот эти комментарии пишете? Ну, если бы вы слушали мои обзоры, то вы бы знали мою вообще позицию по жизни. Вы бы знали, что я тот человек, который никогда никому не желаю ни смерти, ни смертельных болячек, ни болезней, ничего. Вы меня с уралкой не путайте и не пытайтесь меня сделать хуже, нежели я есть на самом деле. Я такая, какая я есть, и я ни разу себе не позволила за эти три года моего обзорного канала пожелать кому-то, даже тем, кого я не уважаю, а сарафана я вообще не уважаю нисколько, но я бы никогда не пожелала даже тем, кого я не уважаю, смерти, болячек, смертельных болезней и так далее, потому что я дружу с головой. Я все прекрасно понимаю, что ты людям желаешь, то потом тебе и вернется. Это все понятно. Так вот, я что хочу сказать. Если вы переживаете, да, вы пишете, зачем ты ей это говоришь, ты что, мол, типа за нее переживаешь? А вы за кого переживаете? За сарафана? Мол, пусть побыстрее ему все достанется. А вы, Наталья, за кого переживаете? За Альфонса и тунеядца Гастера, который пришел на все готовое к тетке? Вы за него переживаете? Вы хотите, чтобы он побыстрее, чтобы она ласты склеила, да, а он побыстрее заимел все? Представляете, а у меня нет таких желаний, в отличие от вас, да, я, честно, не понимаю, к чему было это написано. Возможно, вы ожидали, решили устроить какую-то провокацию, я понятия не имею, ваши вот эти вот, да, но я прекрасно понимаю, что если бы я вот так вот лайкнула вас, да, написала, поржала бы, да, люди-то как бы посмотрели, сказали бы, нифига себе, да, вот это разве нормально, да, а я считаю, что эти комментарии вообще ненормальны. Эти комментариями, такими комментариями вы, приходя на мой канал, пытаетесь меня провоцировать, да, и выставить меня в каком-то неприглядном свете. С какой стати? Вот мне просто интересно. Зачем писать такое фуфлу? Во-первых, я ни за кого не переживаю, если вы еще не поняли, я делаю обзоры, в своем обзоре я обзор, это пересказ увиденного и услышанного с добренным мнением автора канала. Во-вторых, во-вторых, Наталья, вы знаете, не в моих принципах и правилах желать кому-то зла, смерти или болячек. Это не мое. Поэтому с этим вот куда-нибудь на другие каналы, и там можете над этими моментами смеяться, да. Ой, да побыстрее, да, пусть Савке все достанется. А вы что так за Савку переживаете? Вы кто? Сам Сарафан или кто? Мне просто интересно. Чего вы так за него переживаете, да? Я всегда говорю, я желаю Уралке здоровья, пусть живет ради Бога, да, и так далее, и тому подобное. И когда начинают писать, ой, до них-то оно никогда не дойдет, да, и так далее. Вы еще раз, вы не слушаете мои обзоры, наверное. Это уже другие люди пишут, да? Ну, видимо, так слушают, да, раз, как говорится, в пятилетку, да. Я не для них рассказываю свои обзоры. Свои обзоры я делаю всегда для своего зрителя. Для моего зрителя, не для моих хейтеров. Далее, друзья мои, далее, далее пишут постоянно мои зрители, да. Ну, я же рассказывала о том, что так и так, второй день подряд нешуточные страсти кипят у Уралки на Ютубе. Уралка, бедная, несчастная, друзья мои, уже туда даже не заходит, прекрасно понимая, что вот-вот еще чуть-чуть, ее там по полной программе уже разорвут за то, что она имела неосторожность выложить рецепт в Телеграм-канале, а на Ютубе не выложила. И там началась просто, знаете, самая настоящая вакханалия. И начали ее рвать уже на куски. Давай, давай, почему, Оля, ты сюда не выложила и так далее. И даже всякие разные, которые там за нее всегда рвали, метали, всякие вот эти ненормальные, неадекватные и так далее и тому подобное. И вот многие мои зрители пишут, говорят, вот, да что им, да что они не знают рецепты вот этих кексов, это же элементарные и так далее. Ребята, неужели вы не понимаете? Им нужны не рецепты кексов. Эти рецепты кексов, их везде полным-полно, во всех социальных сетях. Им не рецепт нужен. Им было обидно, почему, по какой причине. Они на Ютубе, да, им зарабатывают деньги, делают им просмотры и контент. Вот я про зрителей ее на Ютубе. А они все свое внимание сосредоточили на Телеграм-канале и только там Уралка признается в любви своим девочкам. Девочки, ну вы же девочки, ну наши девочки, ну вот девочки в Телеграм-канале. Ну, Уралка, для тебя, знаешь, как до утки, как говорится, до пятые сутки, да. Поэтому, ребят, она, они хотят внимания к себе и не понимают, как это так получается, почему это их обходят вниманием, да. А вот там внимание достается неким девочкам в Телеграм-канале. Ну, что я хочу сказать? Если кто-то думает, что может быть я пожалела Уралкиных хомяков, нет. Вы знаете, я даже вот не люблю, когда мне приходят и начинают писать, вы знаете, вот она была такая, она была хомячка Уралки, а потом она прозрела, вот я вам про нее хочу. Да мне они неинтересны. Мне вот они абсолютно неинтересны рассказывать, мне про них ничего не надо. Мне, я достаточно на своем Ютуб-канале в комментариях вижу этой грязи именно от этих хомяков Уралки, которые здесь задницу рвут по полной программе. И у меня всякий раз к ним вопрос, вы за кого рвете? За тех, кто вас обзывает, что у вас два зуба? За тех, кто над вами ржал и говорил, что вы спите в Новый год мордами в салат? За тех, кто вас славянских баб обзывал, оскорблял последними словами и зиговал на вашей земле? Ну, тогда мне не о чем с вами говорить. И мне все равно, что они потом мы все поняли, мы прозрели. Да плевать я на вас хотела с высокой колокольни, вы не поняли? Мне дела до вас нет. И до тех, кто приходит, а вот вы знаете, вот она была такая, потом она прозрела. Да не надо мне об этом рассказывать, у меня не детский сад. И если люди не понимали, да, и не видели, что из себя представляет Урал Кассарафан, то мне с ними вообще не о чем разговаривать. А особенно после той грязи, которую они лили на меня и на моих постоянных зрителей, как раз таки на моем YouTube-канале. Даже вообще в их сторону смотреть не собираюсь, как говорится, да. На одном бы поле не села бы точно с ними никогда в жизни. Далее, друзья мои, пишут, а кто говорит, что Сафар ничего не делает? Сафар и на даче пашет, и дома все делает, и водитель, и т.д. Так что взаимовыгодный союз. Да, друзья мои, бедный водитель для веры. Да, помните все, друзья мои. Да, водитель для веры, водитель для Олы. Прямо, знаете, прямо вообще на себе, наверное, 200 кг возит. Да, сам, сам в качестве и шака, и на себя, да, усаживает Уралка, Уралка садится, взгромоздилась, а ну-ка поехали, да, товарищ Сарафан. Ну, смешно, да, и дома пашет, и на даче пашет. Слушайте, хорош уже народ смешить. У людей участки, да, участки по 20, по 30 суток, за городом дома, есть постоянная работа в городе, есть дети, есть большие дома, да, есть еще хозяйство, есть все на свете, каждый день ездят на работу, и люди не кричат, что они пашут. Люди понимают, что все работают так, как могут работать. А тут сидит здоровенный лоб, которому еще 36 лет не исполнилось, да, сидит, как говорится, ни черта не делает, просыпается в районе обеда, снимает один несчастный, сраный ролик, и то не каждый день, да, и все. Что там эти 6 соток, из которых огромное количество занимает, всякие вот эти бани, домики, сарай, и так далее, и тому подобное. Что там, где там пахать можно, скажите мне, пожалуйста. Какие дела он делает по дому? Раз в две недели, когда придет очередная швабра на рекламу, он этой шваброй взмахнет, тогда он делает дела. Я, ребят, просто в шоке. А еще он водитель, представляете, свою жопу возит, это называется, оказывается водитель. Вообще понимаете, кто такой водитель? Не понимаете, так хоть рот-то прикройте, по крайней мере, возможно, будете выглядеть, да, как говорится, но все-таки умнее. Водитель это тот, который работает водителем целый день, да, а еще, представляете, у водителей бывают командировки, да, куда угодно, собственно, да, а еще водители накатывают каждый божий день огромное количество километров, представляете, кто такие водители, да, а это просто 3 километра до Чижика, 3 километра до Рыжика, 3 километра до этого, до Пыжика, да, вот, собственно, и все. Свою жопу прокатил в магазин, как говорится, там все купил и доехал обратно. Вот, собственно, и все. Ну, раз там в 2 недели съездят в Екатеринбург, так им ехать туда 40 километров, разве это какое-то расстояние? Разве это расстояние 40-45-50 километров от Дустарут? Вообще не расстояние. Мы дольше на озеро едем, хотя у нас рядом и речки, и все на свете, чего только нет. В общем, друзья мои, да, бедный, бедный сарафан, да, а Ольга пишет, Ольга, не из тех, кто кого-то приютит просто так, да, за этот уют и отработать надо. Ребят, вот здесь я прям валяюсь, честно, вот мне хочется сказать сразу вот этим хомякам, которые пишут такие хвалебные оды, вы ненормальные, что ли? Вы сходите действительно к окулисту, вы проверьтесь, да, как говорится, и к лору сходите, да, вы послушайте вообще, что они говорят, посмотрите, что они показывают, вы уже хотя бы, ну, перестаньте себя позорить, вот так вот конкретно. То, что уралка непростая, я вот, кстати, тот блогер, обзорщик, который это говорила с самого начала, и когда мне даже писали, да, это не так, да, там сарафан главный, я всегда с первого дня, посмотрите мои обзоры, я всегда говорила, да, главное там уралка, это тот серый кардинал, который решает абсолютно все, она решает там все, я приводила пример, вот, начиная от ложки-пложки, от того, какая сегодня будет жрачка, какой она приготовит суп, чему быть, пирогам с картошкой, или пирогам там с капустой, да, вот, собственно, уралка там решала всегда абсолютно все, это было понятно с самого начала, и то, что она не так проста, это понятно уже с самого начала, это можно посмотреть только один ролик, и понятно ее хитрая улыбочка, и что из себя представляет эта хитропопая тетя, это все ясно, и притащила она его, не по великой любви, я всегда говорила, ей нужен был этот товарищ, который бы ей тоже помогал, помогал там что-то сделать, убрать, прибрать ее, помыть, привести ее в порядок, да, одеть, обуть и так далее, все это прекрасно понимают, все это прекрасно понимают, но когда хомячиха написала за этот уют, да, за этот уют и отработать надо, вот, мне здесь хочется задать вопрос, а какой уют вы там увидели, вот я сейчас заскринила этот комментарий на, на канале Уралки, и как раз таки в этот момент она стоит возле этого фикуса, да, пусть скажет спасибо мне, кстати, за этот фикус, потому что я обратила на него внимание первое, сказав о том, что уже там просто пошли по одному месту все листья, да, и на следующий день Уралка вспомнила про фикус и сказала, ой, а тут фикус у нас, тут фикус, и вот она в этот момент стоит рядом с фикусом, я вот, кстати, поставлю эту фотографию на превью, а сзади, позади нее, друзья мои, вот эта вот стенка, и там, вы знаете, за стеклом такой срач, вот, где книги лежат, там шахматы, такой срач, боже, какой уют, о чем вы, это мне напоминает берлогу холостяка, причем вы знаете, мужик мужику все-таки рознь, есть такие холостяки, у которых придешь, у них даже чашки, расставлены вот ручками в одну сторону, да, насколько они вот такие вот в этом плане педанты, да, насколько для них это важен порядок и так далее, а здесь такое ощущение, что жил, знаете, какой-то мужик, да, которому дела ни до чего нет, которому просто побухать, как говорится, и больше нет никакого дела, только вместо этого мужика жила вот эта вот женщина, которая 53 года, которая так и не сумела в квартирке, в однокомнатной маленькой хрущевке создать какой-то уют, о каком уюте идет речь, вы что, ненормальные, ребят, ну, я просто понимаю прекрасно, что, скорее всего, раз это пишут люди, значит, у них ровно такой же уют в кавычках в своих квартирах и в своих домах, либо, скорее всего, даже еще хуже, если они восхищаются вот этим вот убожеством, да, и если они восхищаются вот этим сарафаном, друзья мои, значит, они мужиков никогда в своей жизни не видели, потому что нормальная достойная женщина, его даже мужиком назвать никогда не сможет, вот это вот фи-фи-фи, вот это, знаете, кривляние какой-то бабы в подъюбнике, да, сидящей под юбкой у своей то ли Олы, то ли Олега, да, вот это вообще, это просто ужас, разве так себя мужчины ведут? Мужчины работают, мужчина это глава семьи, мужчина это каменная стена, это не тот, который прячется за бабки, но юбку всякий раз, когда появляется в поле зрения какой-нибудь мужчина. Ребят, вот такой у меня получился обзор, пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Всех целую, обнимаю, всем пока-пока, и, конечно же, до новых встреч!